азербайджанский військовый эксперт зараз будет с нами на прямом узвязку агил уже с нами да вечер добрый слава украине героям слава я вас понимаю для украинцев моя фамилия труднопроизносимая моя фамилия рустам задей рустам задей да прошу простить если неправильно произнес изначально да дело в том что зачем же мы все же собрались здесь сегодня в этой студии нашей виртуальной мы хотим поговорить о третьей фазе войны вы утверждаете что враг сейчас готовит большое наступление я читаю аналитику от американской разведки два месяца будет у россии за то чтобы оцепить мариуполь попытаться прорваться со стороны харькова взять в кольцо наш восточный фронт и вот собственно потом опять идти на киев как считаете вы согласны ли вы с этими показаниями ну с этим с некоторыми аспектами трудно будет согласиться потому что даже сейчас мы видим наблюдаем картину что российская армия не может накопить силы даже для оперирования на юго-восточной юго-восточной операционной зоне но она будет наступать у нее будут потери какими силами потом она двинется на харьков или скажем на киев может это что-то другое имела ввиду американская разведка там профессионалы но я считаю что теми силами которые сейчас есть у российской армии невозможно в принципе атаковать даже такой город как харьков не говоря уже о киеве но все же таки все таки знаете вот говорят о том что перегруппировывается в беларуси сейчас российские войска там уже начался такой же беспредел как был в буче то есть они начали насиловать женщин уже на мирной территории лукашенко пока молчит и естественно будет молчать но вот в трех областях российской федерации начался уже призыв просто он либо выглядит завуалированный там под каких-то полярников я не знаю там очень много всяких фактов мы видим об этом но силы они ну как бы сил у них не будет с точки зрения профессионалов знаете вот мне не кажется что так воюет профессиональная армия так воюют вот какие-то отбросы ну зеки там насильники то есть это вот эти вот боевые буряты вы знаете для этого надо не менее одного месяца почему почему агил с нами на связи скажите пожалуйста так только чекаем а доки он восстановлен звездок давайте я перегляну у нас номер студийного вайбера перепрошу долучить будь ласка а в новой все звездок агил давайте готова бойца не заканчивается его подготовка бойца не заканчивается его индивидуальной подготовкой этот боец должен воевать составе подразделение это подразделение должно пройти какой-то путь для того чтобы это подразделение могло воевать вместе для этого нужно определенное время менее чем за один месяц эти призывники в украине как составе какого-то подразделения не окажутся если даже и окажутся то боевых условиях это это не бойцы но это ясно что не бойцы боевое слаживание как правило российские срочники ни разу не проходили половина от них мы слышим о каких-то там учениях да что они поехали на учения ну с ними очень быстро разбирается наше оружие все-таки месяц вы прогнозируете да однозначно не менее месяца не менее месяца просто за этот месяц если будут интенсивные боевые действия то эти резервы этим резервистам уже будет некуда приходить какие-то части для того чтобы восполнять какие-то части эти части будут разгромлены на территории украины ну смотрите давайте пофантазируем да допустим какой как вы оцениваете российскую армию после вторжения вот в украину после полномасштабных боевых действий скажем и до войны я не был очень высокого мнения российской армии потому что она воюет по тактике прошлого века и ее оружие не позволяет ей осуществлять современные боевые действия то есть у нее как мы уже заметили они воют уже месяц мы этого высокоточного оружия нигде практически не увидели у них самые последние вертолеты ка-52 стреляет ракетами с 5 и с 8 как когда-то 40 лет тому назад в афганистан но я ждал большего от российской армии я ждал что ее солдаты будут сражаться более умело более мотивировано но как мы видим нет мотивации российских солдат но они мотивированы воруют миксеры микроволновки кондиционеров там вот один на 120 килограмм отправил это вся мотивация для русского солдата сейчас мне просто интересно знаете вот сколько воин не знаю участвовали там мои родные участвовали какие-то старшие товарищи вот чечня тот же афганистан и там как-то советский солдат был получше чем русский сейчас с мотивации с мотивационной точки зрения имею ввиду что же так случилось я я так не считаю ну расскажите вашу версию я так не считаю российская армия воевала на косик на кавказе начале прошлого века и все что мы сейчас видим в украине было и и тогда части подразделения российской армии совместно с армянскими боевиками уничтожили наш город ходжалы мы до сих пор и ищем их не трупы чтобы придать земле то самое было и в абхазии просто тогда не было интернета тогда не было таких средств массовой информации и мир об этом недостаточно информировал вы спросите у любого грузина что там вытворяла российская армия в абхазии или в карабахе российская армия советская армия воевала так всегда просто нам показывали другие фильмы и другие книжки я просто читал про афганистан глазами тех с кем воевал советский союз и они не очень хорошего мнения о советских солдатах я не хочу затрагивать эту тему потому что это для кого-то память для кого-то что-то еще но и там не все чист но афганистан это же тоже понимаете такое психологическое давление ты едешь куда-то защищать родину иначе как бы не можешь потому что тогда мотивация была больше в советском союзе советский солдат там советский десантник вот как мы помним по тем же фильмом это была краса сила и гордость вооруженных сил так не считают я почти отойти от этой темы но афганцы так не считают солидарен с вами хорошо но все же чего ожидать дальше как думаете на каком направлении россияне попытаются сейчас что-то сделать они имеют перспективы на юго-восточную операционную зону это зона оос нет больше перспектив у них нет они наоборот будут сдавать то что у них есть они будут отходить от южной операционной зоне я думаю что у них будет проблемы с удержанием окончательным захватом мариуполя у них будет проблема с удержанием херсона и других населенных но вот в юго-восточной операционной зоне у них есть какие-то перспективы и они постараются к 9 мая что-то как-то сделать но это не очень большие перспективы скорее всего какой-то локальный тактический успех понимаю про 9 мая дело в том что как бы нужно привязаться какой-нибудь важной дате понимаете вы настроение когда было сказано песковым вот вчера буквально что путин из лично дал приказ отводить войска от киева сколько там понеслось демотивации как раз таки ну еще за 10-15 дней было ясно что судьба северного северной операционной зоны предрешена если бы они не отвели бы это войска их бы ждал бы разгром но просто в российском информационном поле дуют совсем другие ветра и скажем так оценка этих событий не совсем адекватно ну я думаю все же будем дуть на них другими ветрами похоронными спасибо что что к нам сегодня включились агил рустам задем азербайджанский военный эксперт в висковый эксперт с нами був на прямом звезду в